Друзья, всем привет! У нас продолжение нашего эпохального события. Сегодня мы рассказываем про камин. Вы, наверное, видели, помнили, что я в Инстаграме показывал макет. И теперь, собственно, то, что у нас получилось, сейчас расскажу, покажу, как было сделано и сколько стоит все это удовольствие. Сейчас у нас вот такое вот снятие опаутки, этап, когда все разбирается. Что мы здесь делали? Мы решили его сделать из бетона, потому что из мрамора или каких-то других более благородных металлов или камня. Это, конечно, все стоило космических денег. Вся вот эта конструкция под ключ обошлась нам 50 тысяч рублей, что весьма бюджетно. И я думаю, что в том числе это будет неплохо смотреться. То есть результат будет очень классный, когда будет готово. Сейчас в этом видео я расскажу, собственно, как такая штука делается, насколько это сложно и какие здесь есть изъяны. Ну, конечно же, за такую сумму не может быть без изъянов. Просто к ним стоит быть готовым и не стоит переживать, если они каким-то образом будут. Что делается? Во-первых, мы сначала сделали макет. Вы помнили, видели, как он выглядел, для того, чтобы понять, какие габариты. Габариты нас устроили. Мы поставили здесь два кресла, здесь стояло и здесь стояло. И получилось так, что где-то 5 сантиметров нам пришлось только отодвинуть слева и справа от окон. Таким образом, все нас устроило. Такая форма устроила, такая классическая, мощная. Высота его чуть больше 1,85-1,90 метра. И вот то, что наверху маленькое пространство остается, здесь тоже есть объяснение. Я сейчас расскажу, как оно было сделано. Мы поставили вот такую опалубку, просто обычную, получается, фанеру. Сейчас ее снимают. Топка внутри уже готова. И опалубку залили бетоном. Смесь пескобетонная М300 с добавлением щебня. Заливали в два этапа. Первый этап нужно было залить вот эту нижнюю часть, эти колонны. Она сделана полностью из бетона. Еще есть верхняя часть, вот эта. Она, кстати, получилась не очень хорошо по той причине, что... Сейчас я покажу, что там внутри. Внутри, удивитесь, но отверстие полностью, да, и слив. Как вы думаете, что там будет внутри? Здесь будет катка над камином. Вот здесь вот это место занимать. Зеленое насаждение, то есть такая шапка будет зеленая. Потому что вот справа тоже у нас будет здесь много растений. Соответственно, это будет перекликаться. Была идея здесь какую-нибудь рыбу разместить, но лучше растение. Соответственно, там будет подсветочка. И слив воды будет керамзит. И насыпана земля. И слив воды будет уходить. Вот здесь сбоку будет видно сейчас. Слив и уходит дальше в канализацию. По свету тут еще заложили заранее выводы для светильников, которые будут освещать колонну слева и справа, снизу. Они должны быть утоплены достаточно глубоко. Это нужно для того, чтобы глаз не попадало человеку, который сидит. То есть самого света быть не должно. Какие еще светильники, я не знаю. Поэтому, если есть какие-то рекомендации хорошие, мне нужно два светильника, которые светят узким лучом на камин, на колонну. Давайте теперь посмотрим изъяны, которые в любом случае есть. Из-за того, что стенка наверху, вот эта стенка достаточно получилась тонкая, и заливали в два этапа, то очень сложно было сделать вибрацию, чтобы она была наверху, да, и чтобы не разломалась. Поэтому есть вот тут такие пятна появились. Ну, не очень получается качественные. Но это пока только-только сняли опалубку. Здесь вот было все тоже серое, но сейчас оно уже потихонечку набирает. Беленьким становится, уходит в лаве. Поэтому, я думаю, вот эта часть тоже сейчас уйдет и будет у нас примерно как вытяжка. Вытяжку, напомню, у нас там она сделана. Вытяжка. Сейчас я к ней тоже приду, там у нас кухня тоже готова. Мы ее видели ранее. Вот. А то, что хорошо получилось, это то, что удалось провибрировать. Здесь достаточно гладко все и четко. То есть вот эти колонны. Ну, после того, как все высохнет, я думаю, здесь мы сделаем какой-то декор. Соответственно, можно будет понять, что делать теперь с этим камином. Ну, еще раз напоминаю, что получается вот такая огромная конструкция. И цена вполне вменяемая. 50 тысяч рублей. Это с учетом катки, с учетом вот этой вот верхней крышки. Для того, чтобы здесь были растения. Давайте посмотрим теперь внизу, что у нас творится. Давно мы не были на объекте. Что сейчас произошло? Вот нам привезли светильники. Барная стойка. Внизу пока нет какой-то конкретной исправления. Но в любом случае, скорее всего, здесь будет какая-то инсталляция. То есть вот это вот белое уйдет. Будет единое целое. Потому что сейчас вот эти вот черные. Есть металлические профили. Есть уже известная нам столешница. Вот такие же похожие элементы. Еще их пока не покрасили. Посмотрим, что с ними будет дальше по дизайну. Чуть-чуть попозже покажу вам, какие есть идеи. И подсветочка. Здесь будут барные стулья стоять. И, соответственно, можно будет сидеть, смотреть здесь на готовку. Как многие говорили, ой, головой будешь биться. Действительно, то, что вы видели, это был не финальный вариант. Финальный вариант он вот такой. То есть мы отрезали лишнее от бетона. И теперь здесь вот такое металлическое, сделанное с помощью сварки и металла оформление. Здесь у нас вытяжка промышленная. И вытяжка тоже снабжена подсветочкой. Слева, справа, сбоку. Все это светится. Подсвечиваются бетонные конструкции. Подсветка идет сверху. Это самая мощная лента. Она деммируется. То есть можно сделать побольше, поменьше. Есть здесь тоже небольшие изъяны. Вот если видно, из-за того, что профиль сейчас стоит, здесь не видно, да. Но он сейчас находится не в матовом корпусе. Мы будем менять вот этот пластик с прозрачного на матовый для того, чтобы избавиться вот от этих теней. Получается от того, что доска немножечко неровная, ну, соответственно, это видно. Это мы будем убирать. Это не очевидно было сначала, потому что с прозрачной, конечно, мощность чуть больше, да. И освещается вся рабочая поверхность тоже весьма неплохо. Но вот появляется такой эффект, будем от него избавляться. Попробуем вставить вот такую пластиковую вставку, чтобы избавиться от этих теней. Да, вот мы вставляем и видим, что теней нет. Поэтому мы согласовываем такое решение. И сейчас все это будет сделано, в том числе и здесь. Вот этот угол, да, за который можно биться, он сейчас убран. То есть я сейчас прохожу, здесь высота, наверное, метр восемьдесят пять, метр девяносто. Вполне нормально человек пройдет. Ну и шкаф, конечно, уже готов. Я сейчас покажу, как он выглядит. С другой стороны, вот забыл. Открывается он вот так. Здесь разместили сейчас полки. Полки тоже с подсветочкой. Хотели делать подсветку слева, справа, сверху, вниз. Но когда нам посчитали, тут оказалось более трехсот тысяч. Все это стоит, поэтому это весьма дорого. Мы сделали в итоге один сбоку здесь, одну подсветочку. Вот, кстати, матовая здесь она и теней почти нет. И просто вставили сюда конструкции из этой лиственницы. Это у нас остатки от фасадной доски. Мы сделали здесь лиственницу. И на ней будут находиться предметы. Да, туда, конечно, высоко не залезть, но здесь есть хитрое. Хитрое здесь место есть. Есть вот такой датаконструктив у нас с улицы. Поэтому вот сюда можно разместить лесенку. Она вытаскивается. И при необходимости можно будет залезть на любую высоту. И воспользоваться в том числе и верхними полками. Вот такое обновление. Напишите, как вам нравится. Интересно ли, полезно ли. Что рассказать еще о конструкциях, чтобы вы хотели знать из того, что вы видите. Нравятся ли вам такие самодельные решения. Мне они нравятся. Мне они близки. И самое главное, они позволяют сделать очень прикольное, качественное. И не истратить много лишних денег. Да, естественно, где-то стены неровные. Да, естественно, где-то есть металл. Где-то есть какие-то изъяны. И благодаря этим нюансам, изъянам появляется что-то неподдельное и уникальное, с которым хочется жить, дружить и работать. На этом сегодня все. С вами был Станислав Орехов. Пишите комментарии, как вам такой дизайн. И делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч. Увидимся в следующий раз, когда все будет готово. Когда пленку нам уже удастся снять, поставить здесь стулья барные. Стол у нас еще здесь будет. И я покажу уже, как это все будет работать, когда все будет готово. Продолжение следует...